Приветствую вас, и задумывались ли вы над тем, почему вас так задевает то, что происходит вот между вами и вашими родными? Задумывались ли вы над тем, почему вам так больно, что бабушка там что-то говорит, что папа что-то говорит, и так далее. Ведь вы уже взрослый человек, а вы уже самостоятельный человек, самостоятельная личность, можно так сказать, независимая личность. И почему вас беспокоят другие люди? Ну да, они близкие, да, они ваши родные, но это люди. Другие люди. Со своими потребностями, со своими взглядами, страхами, переживаниями, со своими мотивами определенного рода. Со своим поведением, мировоззрением и так далее. Со своими ценностями в конце концов. И вам, как бы вы ни пытались, для всех хорошей быть не получится. Это невозможно. Это невозможно физически. Это невозможно практически. Это невозможно психологически. Потому что у каждого человека есть своё мнение. Своя какая-то позиция, своё мировоззрение, своя точка зрения и так далее. И позвольте другим людям быть собой. Но то, что вы принимаете на свой счёт, то, что говорят вам ваши родные, например, бабушка, то, что вы принимаете это всё на свой счёт, это говорит о вашей определённой неуверенности в себе. Я, конечно, не скажу, в чём конкретно именно неуверенность, то есть, ну, почему она у вас вообще появилась, откуда она у вас, да? Вот. Но однозначно совершено, что и из-за детства, и из-за того, что вы активно подавляете в себе чувства, подавляете в себе негатив, и так далее, и так далее. То есть, вы его не рефлексируете, вы его не реализуете, вы его не, как бы это сказать, вы его не опредмечиваете. Он копится внутри вас. Вот негатив, он внутри вас как бы копится. Копится, 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 и в итоге вот выливается вот во что? В панические атаки, да? В неврозы. Что такое паническая атака? Это страх. Тревожность. Отсутствие чувства безопасности в вашей жизни. Отсутствие определенности в вашей жизни. Отсутствие структурированности в вашей жизни. Давайте подумаем с вами. Давайте подумаем. Вот, и что вы можете сделать для того, чтобы, например, ну, все-таки была какая-то структурирована, чтобы была определенная, чтобы не было все-таки вот этой вот тревожности, да? Во-первых, с одной стороны, нужно адаптивность вырабатывать в себе. С другой стороны, правила. Необходимо следовать определенным правилам в своей жизни для того, чтобы у вас была определенность. Ну, и однозначно, вам нужно к врачу, раз у вас галлюцинации, раз у вас панические атаки, вам нужен терапевт, вам нужно какие-то лекарства, потому что, ну, это может быть довольно серьезно. В том, что касается отношений с родными, это их проблемы, это их трудности, это их сложности. Бабушка не имела в виду конкретно вас. У бабушки есть свои страхи, у бабушки есть свои переживания, которые она проецирует на вас. И все, по большому счету. Поэтому дело здесь не в вас, вы, как бы, здесь ни при чем, это просто проблемы других людей. А, отграничивайте свою ответственность от ответственности других. Не нужно смешивать. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.